Буфетчица Зинаида Арчибальдовна, а вне шоу Ольга Кукуева, ведущие городского кулинарного конкурса. Впервые в Самаре соревнуются комбинаты школьного питания. Место действия новая школа номер 7. Это, пожалуй, самый ответственный кулинарный поединок. Да и конкурсанты настоящие мастера своего дела. Это грибрические номера, понимаете, кулинарного искусства. Монефик. Настолько превосходно, что нельзя не влюбиться. Креативная идея, вход для участников на фестиваль через буфет номер 5 советского типа. На самом деле требования к предприятиям только современные. Школьным поварам доверяют самое дорогое. И они должны строго выполнять правила по белкам, жирам, углеводам и витаминам. Современные стандарты четко обозначают содержание здорового питания. В школьных столовых уже не подают жареную колбасу с макаронами. Первое, второе, третье должны соответствовать самым строгим требованиям. И не менее важен внешний вид. Каждое блюдо должно быть оригинально оформлено. В состав жюри входят не только профессиональные дегустаторы, но и руководители ответственных городских подразделений. Не факт, что каждый из этих кулинарных шедевров появится на столе у школьников. Но авторы должны показать свое мастерство во всей красе. А пока официанты преподносят блюда на оценку, их создатели томятся в ожидании. Из года в год требования повышаются. Но они повышаются по нескольким критериям. Это должна быть калорийность, должна быть насыщенность, должно быть разнообразие в пище детей. И должно присутствовать немножко хотя бы домашние клубни. Сегодня комбинаты школьного питания должны работать в тренде мировой кулинарии. И главный эксперт – простой самарский школьник. Важно и приготовление блюда, качество блюда. И, конечно, внешний вид заинтересовать ребенка, чтобы это было в красивой тарелочке подано. Какой-то десертик, запеканка, чем-то политый, фрукт положен. Тогда дети лучше едят. Венский вальс «Пацаны без конкурса» фестивалю придает очень высокое значение на уровне города. Культурные программы соответствуют. Именно на таких конкурсах специалисты могут не только себя показать, но и у других поучиться. Большой набор блюд, пять команд. Это и первое, второе, и десерт. То есть каждый член жюри, то есть 15 подходов было у него. Я сегодня, например, ощутил себя, как будто я попал в какой-то там мишленовский ресторан, где всего много, но помалу. Очень высокое качество на самом деле. Это первый в Самаре подобный конкурс. В дальнейшем он станет традиционным, чтобы каждый мог отстаивать с честь своей школы, подтверждая известную истину, что не красна изба углами, а красна пирогами. Олег Зверев, Константин Коловин. События.